Закажите бесплатную кредитную карту Альфа-Банка и снимайте до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах. Моментально доставим кредитную карту в любую точку России. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. В эфире Петровка 38, в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Камера наблюдения помогла вычислить мужчину, который устроил бойцовский клуб в центре столицы. Видно, как оппонента толкают друг друга возле кафе в Столешниковом переулке. Вот-вот начнется драка, однако в какой-то момент появляется один из посетителей заведения и пытается разнять бойцов. В итоге сам получает несколько ударов по лицу и падает, ударившись головой об асфальт. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший был госпитализирован. Согласно заключению медиков, ему причинен тяжкий вред здоровью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 28-летнего жителя столицы. Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В центре столицы полицейские задержали мошенника, который подделал уставные документы одного из зарубежных магазинов, сменил гендиректора и попытался получить доступ к чужим счетам. Свою аферу он вовлек женщину, которая ни о чем не догадывалась. Мошенника отделял лишь один шаг от цели. Он и оказался для него фатальным. Как удалось разоблачить преступную схему, расскажет Денис Бушуев. Печати, планшет, телефоны, карты. Все, что нужно для подделки документов. По крайней мере, в случае вот этого мужчины. По легенде, крупного бизнесмена. А на деле – мошенника. С кем договорились вы здесь встретиться? Не помню имя. А вот эта женщина помнит все. Аферист предложил ей стать сотрудником якобы своей торговой фирмы. И не просто рядовым служащим, а сразу директором магазина. Да, я подавала заявку на регистрацию. Куда? У нотариуса. После этого аферист подал документы на смену руководства в налоговую и в банк. В надежде получить доступ к счетам и вкладам данного магазина. У службы безопасности банка возникли сомнения. И они решили лично связаться с представителями магазина. Тут и выяснилось, что никакой смены руководства не было. А настоящий директор магазина понятия не имеет, что за женщина теперь владеет на бумаге его торговой точкой. Полицейские задержали парочку партнеров по несуществующему бизнесу. План мошенника лопнул, как мыльный пузырь. Предварительно установлено, что злоумышленник путем подделки уставных документов одного из зарубежных магазинов, сменив генерального директора фирмы, попытался получить доступ к счетам для последующего вывода крупной суммы денег, воспользовавшись при этом услугами женщины, заведомо введя ее в заблуждение о своих намерениях и оформив ее в качестве нового директора данного магазина. Но матерый аферист и на допросе решил не выходить из образа. Я являюсь предпринимателем. Я никакой договор не подписал и даже не планировал. Из той компании, которую вы назвали, это просто такое совпадение. За мошенничество в особо крупном размере 43-летнему задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Денис Бушуев, Иван Перминов, Петровка, 38. В Московской области трое приятелей получили зарплату сантехникой. Точнее, они ее сами себе выдали и теперь за это сядут в тюрьму. Все дело в том, что коробки со смесителями, шлангами и лейками мужчины украли. То, что им не платили за работу, еще предстоит установить следователям. А вот за кражу все равно придется ответить. По имеющейся информации, трое злоумышленников перелезли через забор и незаконно проникли на склад одного из предприятий. Из помещения они похитили коробки с сантехническим оборудованием и на грузовом автомобиле, который заказали через мобильное приложение, перевезли краденое вагончик-бытовку. Такой сценарий товарищи провернули дважды, а после собирались продать все похищенное на одном из одинцовских рынков. Но не успели. Всех троих полицейские задержали в местном общежитии. Ущерб составил более миллиона рублей. Судить троицу будут по статье кража. Полицейские поймали хакера из Санкт-Петербурга, который похищал аккаунты других людей. В своей схеме злоумышленник использовал портал госуслуг, вернее его копию. Он воровал данные профилей своих жертв, а после оформлял на них кредиты. Пока мошенник купался в деньгах, растерянные петербуржцы не понимали, откуда у них появлялись долги. В хитрой схеме разобрался Алексей Качкин. Эта женщина из Санкт-Петербурга активно пользуется порталом госуслуг. Когда ей нужно было записаться к врачу или получить какую-либо справку, она просто заходила на сайт и с легкостью совершала все операции. Но в один из дней войти в аккаунт у нее не получилось. Почему-то не подходил пароль. Техподдержка помогла восстановить доступ к профилю. Но проблемы на этом только начались. Там я обнаружила, что вся моя история удалена. Учетная запись. Да, все удалено. И были сделаны запросы на все мои персональные данные, паспортные данные, пенсионный фонд, налоговая, изменена моя трудовая книжка. Сначала женщина подумала, что произошел какой-то сбой. Но вскоре ей стали звонить из микрофинансовых организаций и просить погасить свои долги, хотя никаких займов она не брала. Растерянная петербурженка обратилась в полицию. Просмотрев компьютер потерпевшей, стражи порядка выяснили, что женщина заходила не на официальный портал госуслуг, а на его копию. Оказалось, что один из жителей Петербурга создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые внешне полностью копировали официальные страницы различных государственных учреждений. Пользователи водили там свои пароли и даже не подозревали, что сайты не настоящие. А после посещения фишинговых страниц зайти на настоящие госуслуги у них больше не получалось. Таким образом, фигурант получал доступ к чужим аккаунтам и, меняя пароли, использовал их для подачи заявок в микрокредитные организации. Перечисленные деньги выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал. После того, как лимит на получение кредита исчерпывался, учетная запись уничтожалась вместе со всей информацией о ее использовании. Полицейские вычислили и задержали злоумышленника в Уфе. В его съемной квартире оперативники нашли и изъяли 25 сим-карт, телефоны и банковские карты. За что задержан сотрудниками полиции? Получал неправомерный доступ к аккаунтам госуслуги и регистрировал микродаймы. По предварительным данным, потерпевшими от действий хакера стали более 130 человек. За взлом чужих аккаунтов ему грозит внушительный тюремный срок. Алексей Качкин, Константин Иванов, Петровка, 38. Предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого суд арестовал на время следствия. Появились кадры допроса Сергея Денисенко. Убийство произошло 10 июля, когда Ржицкий отправился на пробежку. Около спорткомплекса в него четыре раза выстрелил неизвестный, а затем скрылся. От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали во вторник. У него обнаружили пистолет с глушителем. По некоторым данным, представители украинской разведки приказали Денисенко убить любого значимого российского чиновника. Вычислить злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения. Преступлению подозреваемый тщательно готовился как минимум с декабря прошлого года. Правоохранители выяснили, что в Туапсе преступник арендовал дом, куда отправился сразу после убийства, чтобы отсидеться, а потом вылететь за границу. Но он не успел. Ржицкий служил капитаном второго ранга на Черноморском флоте. Был командиром подлодки «Краснодар». В последнее время работал в Краснодарской администрации в отделе по мобилизационной работе. Расследование по статье убийства продолжается. Сотрудники ФСБ в Орловской области задержали трансгендера, которого подозревают в государственной измене. Известно, что активист ЛГБТ-движения, который ранее изменил пол женского на мужской, осуществлял переводы на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины. Тем самым спонсируя ВСУ. Также задержанный является волонтером медиапроекта ОВД-Инфо, который признан иностранным агентом и администратором тематического антироссийского сайта. Жуткое происшествие в Магадане. Там полицейские задержали двух подростков, которые решили расправиться со своей 18-летней беременной знакомой и скинуть ее с моста. 17-летним подростком и его 16-летней подругой руководила алчность. Они хотели убить свою знакомую, чтобы заселиться в квартиру, которую та арендовала, а также присвоить себе деньги, которые она откладывала на малыша. Злоумышленники под надуманным предлогом приехали с потерпевшей на мост через реку Ола, где юноша сбросил знакомую с моста в реку, рассчитывая на наступление ее смерти от удара о воду и сокрытия тела в море. Однако девушка выжила. Ее крики услышал мужчина на берегу и пришел на помощь. В полиции потерпевшая рассказала, кто хотел ее смерти. В тот же день стражи порядка задержали криминальный дуэт. Как вы именно ее выбрасывали? Через бок? Через левый бок? Да. Злоумышленники во всем сознались. Теперь они ждут суда. Подростки будут отвечать за покушение на убийство. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok